Здравствуйте, мои любимые! Добро пожаловать в ежедневные парфюмерные посиделки на моем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим об 8 ароматах, которые вы меня просили заказать в совместные закупки. Все ссылочки я для вас оставлю в описании под видео. Также свой скетчный промокод на рандеву на 10%, который называется 10 Love Shop. Он постоянный, многоразовый, суммируется со всеми скидками, акциями на сайте и действует абсолютно на весь ассортимент. Также, если вы хотите заказать какую-то парфюмерию, но она вам не совсем по карману, я могу вам помочь сделать это с 30% скидкой. Для этого вступайте в мою совместную парфюмерную закупку. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет самая верхняя в описании. И ждите, когда я опубликую там объявление о том, что открываю очередную совместную закупку. И там будет вся инструкция, что мне от вас нужно. Если у вас нет телеграм-канала, пишите мне во ВКонтакте. Я тоже всем обязательно отвечу и всем помогу. Всем все закажем. Все будут с парфюмерией, никто без нее не останется. Итак, все ссылочки в описании. Давайте приступать к сегодняшним ароматам. Всем желаю приятного просмотра. Первый аромат, о котором мне хочется сегодня поговорить. Parley Moet de Parfum Safran Wood 91. Вот в таком флаконе красивом, лаконичном, в виде цилиндра. Крышка здесь тоже лаконичная. На магните она черного цвета. И я при распаковке уже брызгала этот парфюм в крышку. Сейчас он устоялся и стал очень красивым, пряным, приятным, кожаным. Аромат этот унисекс, то есть для мужчин и для женщин. Описывается он как розовый кожаный, теплый пряный. Я, если честно, розы здесь не особо слышу. Я слышу пряности и кожу в большом количестве. Аромат этот принадлежит группе древесные, пряные. И здесь всего 4 ноты. Это роза, шафран, кожа и кедр. Шафран и кожа придают характерности аромату, даже немножко мужественности. Поэтому это аромат прямо унисекс, унисекс. Для мужчин будет просто отличен. Но для девочек, которые любят вот такие характерные, серьезные ароматы, тоже придется по душе. Всего 4 ноты, но скроен он великолепный. Чувствуется, что здесь ингредиенты дорогие. Аромат прохладный. Ничего теплого здесь нет абсолютно. Ароматно-кожанно-пряный. Вот такой он для меня. Дальше следующий аромат, которому мне хочется перейти. Это Francis Cork Jan Le Alla Rose. Мы с вами классическую версию уже заказывали, рассматривали. А теперь вы попросили меня заказать версию Le, о которой мне очень хочется поговорить. Флакон здесь красивый, лаконичный, очень нежный, в виде правильного кубика с золотой металлической крышкой и нежно-розовое здесь содержимое. Аромат исключительно для женщин описывается как розовый, цветочно-свежий и принадлежит группе цветочные фруктовые. 19-й год здесь создание и небольшая пирамида, но должна быть очень нежной и сочной. Открывается этот аромат прекрасными личи, кисленькими, такими сочными. Плюс груши нежной, водянистой. В середине открываются две розы. Это дамасская и грасская роза. Плюс делают их пушистыми, еще более розовыми пион. И фиалочка здесь все это запудривает. В базе мы чувствуем нежный мускус. Пушистый, воздушный, при этом такой обволакивающий. Аромат очень стойкий, очень звучный, прохладный, с кислиночкой. Красивые здесь чистые розы. Очень хороший аромат. Мне он даже нравится, если честно, больше, чем классическая версия. Столько нежности здесь, столько прохлады. Вот какая-то роза прям хрустальная, чистая. Очень красивый аромат. Освежающий, нежный, прозрачный, просто чудесный. Прям на мой вкус. Ой, наслушаться просто невозможно. Дальше, следующее, что мы с вами посмотрим. Императрица Дольче и Габбана. Лимитированная версия аромат для женщин. Флакон классический, как у классической императрицы. Но более насыщенное розовое содержимое. Описывается этот аромат как цветочно-озоново-фруктовый. Аромат для женщин. Принадлежит группе цветочные-фруктовые, собственно. И я когда готовилась к этому видео, смотрела ноты. Мне прям очень хотелось уже ее поскорее послушать. Мы сейчас с вами рассматриваем отливантики по 8 мл. Прекрасные у них цены. И это прекрасная возможность создать парфюмерную коллекцию, которая будет красиво, лаконично смотреться в каком-нибудь изящном органайзере на вашем туалетном столике. И пользоваться каждый день разной парфюмерией. Поэтому у меня уже такая коллекция из таких отливантов. И я вам их очень советую. Давайте наконец-то слушать эту прелесть. Оооо. Это очень сильно красиво. И опять же, мне это нравится чуть больше, чем классическая версия. Потому что эта версия, она не такая кисленькая, как та. Здесь арбуз и клубника на старте. И что может быть вообще прекраснее? Мы все знаем, как чудесно пахнет клубника. А как прекрасно пахнет арбуз. И это и нежность, и сочность, и акватичность одновременно. В середине здесь прекрасный розовый ансамбль. Это розовый пион, дамасская роза, розовый цикламин, ну и плюс белая магнолия здесь. То есть цветочная середина, но она очень теплая. И очень-очень нежная. И все это в акватике из-за арбуза. И ароматное это все из-за клубники. В базе мы здесь чувствуем древесные ноты, плюс сандал, плюс дым. Здесь для такого, знаете, непростого звучания. И мускус здесь в качестве афродизиака. Ой, как это вкусно, как это красиво. Прямо дышаться не могу. И мои виски вообще нормально реагируют на этот аромат. С вашего позволения я его закину в корзину. Потому что я вот когда улавливаю что-то такое очень сильно красивое, я всегда не отходя от кассы это делаю. Потому что иначе я просто потом все это забуду. И сейчас мы с вами заодно и на цены посмотрим, да ведь? Так, смотрим. Получается 8 миллилитров стоит 612 рублей. Поэтому ну вообще грех просто не воспользоваться. Пробничек бюджетный 160 рублей. Туалетная вода 50 миллилитров стоит 6000 рублей. А есть 100 миллилитров за 6200. А есть 100 миллилитров уценка за 5600. И если еще минус 30 моих процентов, то это вообще будут просто копейки. Поэтому да, надо заказывать. Дальше следующее, что мы с вами посмотрим. Сплендор от Элизабет Арден. Как-то уже обозревал этот аромат. Он мне показался очень интересным. Я его в пробнике обозревала полтора миллилитра. Сейчас мне хочется еще раз о нем поговорить уже более подробно. И у меня версия 8 миллилитров на этот раз. Аромат очень нежный, классический. Такой прозрачный, красивейший. Аромат для женщин в изысканном флаконе. Такой ретровый флакон, да, здесь. Цветочный белый, цветочно-свежий. Он вот так описывается. Принадлежит группе Восточная Цветочная. И 98-й год у него создание. То есть, ну такой, да, уже ретровый аромат. Флакон, конечно, просто шикарный. И здесь огромное количество нот. Пирамида здесь просто шикарная. И несмотря на то, что аромат пахнет очень нежно. Я вот его на руку наносила. И он для меня нежно-свеже-цветочный. Вот так я его могу описать. Я здесь восточности вообще не ощущаю. Для меня он свежий, нежно-цветочный. Такой прозрачный, красивый. Открывается этот аромат с сиреневыми цветами. Это гиацинт ароматный. Сиреневая вистерия, белоснежная фрезия, розовый пион, сладкий горошек, зеленое яблоко, бергамот и теплый ананас. В середине открывается цветочность исключительная. Это много белых цветов в виде белого ландыша, нежной лилии, теплого жасмина, белой магнолии ароматной, чайной розы, классической розы, орхидеи и мака. Очень хорошо я здесь ощущаю гиацинт, несмотря на то, что я уже зашла в средние ноты. И очень здесь много всего. Но знаете, вдыхая этот аромат пристально, я чувствую, что он для меня немного замыливается. Об этом я не говорила при первичном рассмотрении и сказала, что сейчас мы с вами повнимательнее его рассмотрим. Потому что аромат недорогой, аромат интересный, флакон красивый. То есть вот в какой-то момент немножко мыльности я здесь чувствую. Но почему-то чем ближе к базе, она как-то выветривается, эту мыльность. База у нас здесь очень сильно древесная. На это указывает и кедр, и сандал, и темные древесные ноты, и розовое дерево. И два афродизиака, это мускус и амбра. Да, вся мыльность ушла, и аромат стал немножечко таким свежекисленьким. Но на протяжении всего звучания он был нежным, таким свежим. И много-много в нем было цветов. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, Armaf Club De Nuit Women Intense. Черный их классический флакон, золотая их крышка со стразами. Дальше висит здесь, что это, брелок или кулон, да, тоже со стразиком золотого цвета. Аромат это для женщин, описывают его как розовый, свежий, пряный, теплопряный. Принадлежит группе шипровой цветочной, то есть должен он быть таким сложным. И здесь много нот, да, но они интересные. Аромат должен быть прям характерным. Тоже у меня отливанчик 8 литров, вы попросили заказать. О-о-о, холодный шафран и гераневый аромат. Еще и с пряностями, и с удом. Ну, для меня прям это унисекс, для меня это не аромат исключительно для женщин. Я бы на мужчину его спокойно надела и спокойно бы его отправила в свет в этом аромате. И никто бы его с дороги не столкнул. Роза, шафран и герань. Вот сразу нас здесь встречают, сразу нас этот аромат окунает в такие пряно-горьковатые ноты. В середине открывается мускатный орех, плюс перец, немножко это все припудривает фиалка и пряный тмин здесь. То есть много пряностей, помимо пряного шафрана и горького герани. И в базе у нас здесь пачули, такие прям на полной, наверное, на максималке. Такие прям зеленые, такие прям, ох, ароматные. Уд, горький. Бывает уд немножко мягкий, редко, но бывает в женской парфюмерии. Этот прям вот горький, такой настоящий, смоленистый, прям такой вот тоже насыщенный. Я уверена, что этот аромат будет дико стойким, потому что вот один пшик, и я его уже везде ощущаю. Дальше ваниль здесь, немножечко пытается собреть это тут и смягчить. И амбра здесь в виде афродизиака. Очень характерный, ядреный аромат. Прям такой аромат со стержнем. Но вот почему-то к базе прям он немножечко успокаивается. Слышатся все вот эти пряности, но они какими-то такими нежными становятся. Вот сейчас прям вообще звучание потрясающее. Несмотря на то, что здесь много нот не моих. Но мне нравится, как это звучит вот уже, когда выветривается весь вот этот сок, да. Сейчас прям очень даже интересно. В общем, для девочек со стержнем и с характером. Прям с уху-ху каким. Дальше что мы с вами посмотрим? Шанель от Ender Chance. Мы с вами в прошлом видео рассматривали All Fresh, да, туалетная версия. И здесь тоже версия туалетная вода. Есть еще парфюмерная вода и там, и там. Но вы предпочитаете туалетную воду. И давайте смотреть. Розовое содержимое. Классический круглый флакон правильной формы. Очень нежный, да, в виде такого вот шарика. По бокам металлический обруч. Крышка матовая, пластиковая. Но вся такая ограненная, очень красивая. Красивая, эстетически здесь все просто замечательно. Аромат, конечно же, для женщин. Описывается как цветочно-фруктового, цитрусово, сладкий. Я помню, что это очень нежный аромат. Принадлежит он группе цветочные и фруктовые. И ноты здесь интересные. Ничего здесь розового в нотах нет. Содержимое розового цвета, да. Кстати, не слышала, по-моему, версию о до туалет. Я все о де парфам. Ее даже как-то заказывала о де парфам, но носить на себе не смогла. Оказался не мой аромат. Красивый, но просто не мой. А это прям замечательно. Ой, какая нежность. Прям такая невесомая нежность. Верхние ноты здесь айва плюс грейпфрут. Очень красивая. Айва здесь такая ароматная, мягкая, нежная, желтенькая. Грейпфрут тоже какой-то такой нежный. Он не горький здесь. Сочный, но какой-то такой приятный. Очень ароматный. В середине два прекрасных цветка. Это гиацинт и жасмин. Обожаю гиацинт. Всегда вам об этом говорю. Он так прекрасно и самодостаточно пахнет. Жасмин это, в общем, мой любимейший цветок в парфюмерии. Ой, чем глубже вдыхаю, тем это вкуснее. В базе это виржинский кедр. Да, вот на нем все основывается. Запудривает его ирис нежный. И два афродизиака, это мускус и амбра. Спасибо, моя дорогая, что вы его заказали. И что я его сейчас тоже себе закажу. Потому что это просто какое-то чудо. Мне его срочно надо. И сейчас мы с вами по цене поговорим заодно. Так, и как здорово, что сделали. Рандеушечки наши, да. Отливанчики. 1500 рублей стоит 8 мл. 35 мл стоит 14 мл. 50 мл стоит 15 тысяч, да. 100 мл стоит 18. Но опять же, 30% вы читаете. Все, себе я добавила, потому что мне оно надо. Это очень сильно красиво. Дальше. Монталь. У нас идет чоколад гриди для мужчин и для женщин. В классическом флаконе серебряного цвета. Ванильно-какавовый и теплопряный. По-моему, мы с вами уже рассматривали его. Но я, чтобы уж точно, уж наверняка решила о нем сегодня поговорить. Восточный гурманский, да. У нас здесь 2007 год создания. И нет, здесь пирамиды. Здесь просто 6 нот. Давайте слушать и наслаждаться. Ромат на тему какао, кофе. Тоже 8 мл. Меня просили заказать. Кому-то нравится этот аромат очень. О-о-о. Как он может не нравиться? Это же такой красивый шоколад. Это какао с ванилью, плюс боба метонка, плюс горький апельсин, плюс сухофрукты и плюс кофе. Но пахнет это все шоколадкой. Вкусной, молочной шоколадкой. Нет, я не слышала этот аромат. Потому что если бы я его слышала, я бы его уже давно себе за это самовала. Не нужно разбивать этот аромат на ноты. Вообще не нужно тут говорить о нотах. Это просто пахнет молочным шоколадом. Натуральным. Такое ощущение, что вы распечатали хороший, такой, знаете, дорогой, который в кофейнях продается шоколад. И не тот, который в магазинах продается за 49 рублей. Вы вот его распечатали, разломили вот эту плитку. И вот так вот вдохнули. И вот это аромат, которым пахнет вот этот парфюм. Ну все. Мне тоже надо его. Сейчас заполню весь свой лимит ароматами. Вместо того, чтобы вас в закупку включать. 786 рублей стоит 8 миллилитров. 50 миллилитров стоит 5700. Минус 30 процентов, опять же, вы читаете. Вот как хорошо. Иди сюда к мамочке. 8 миллилитров я себе возьму. Буду шоколадочкой пахнуть. Так, вкусненькая. Будут все говорить, какая ты вкусненькая. Вообще прелесть просто. Ну и последний аромат на сегодня. Да, мы тоже его с вами обсуждали. Но хочется вот мне прям поподробнее, потому что чем больше мой опыт в обзоре парфюмерии, тем как-то вот более глубже, что ли, я начинаю воспринимать ароматы как-то вот немножко иначе они для меня звучат. И хочется мне вот сейчас об этом классическом аромате, которому уже очень много лет, которые давно существуют на рынке, являются уже неизменной классикой. Поговорить мне о нем поподробнее. Нина от Нина Ричи. Аромат для женщин в классическом, прекраснейшем, волшебном яблочке. С серебряными листиками, с круглой серебряной крышкой. Аромат описывают как цитрусово, сладко-свежий. И принадлежит он группе цветочные и фруктовые. 2006 год создания. Да, и давайте поговорим о нотах. По-моему, мы с вами о нотах не говорили подробно. Красиво. Очень свежо, очень свежо-свежо начинается этот парфюм, потому что здесь лимон и лайм. Все вообще логично. А дальше к лимону и лайму, прохладным, да, таким свежим цитрусовым, примешивается еще яблоко зеленое. Дальше все это смягчает, утепляет и делает вкусным пралине. И мы получаем как бы не зеленое яблоко, а как бы красное, но сладкое, да, яблоко из пралине. Дальше пион здесь пушистости придает, цветочность. И датура белый цветок, нежный тоже очень. В базе нас встречает яблоня, и это чудесно. Мускус и вирджинский кедр. То есть база здесь яблонево-кедровая и с мускусом в качестве афродизиака. Слушайте, вот я сейчас вдыхаю этот аромат, думаю, боже, какой он красивый. Когда я его тысячу лет назад в проблаке обозревала, то ли там версия была какая-то другая, но что-то он мне как-то не зашел. А сейчас вот в этом отливанте он так красиво звучит. Он такой сочный, это какое-то вот прям яблочко-яблочко. Красивое, недорогое, при этом качественное. И пралине здесь, знаете, я практически его не ощущаю. Я вот вообще лично, вот на мой вкус, да, когда выбираю для себя парфюмы, я против ноты пралине. Потому что это для меня съедобная нота такая, да, кондитерская. Я не люблю вот это все выпечки, кондитерских нот в парфюмерии, хотя, конечно, кто-то любит. Но вот я не чувствую здесь пралине, вот как пралине. То есть здесь оно просто смягчает этот аромат и делает тепло. Но это очень красивое свежее яблоко. Интересно, вот видите, как по-разному, да, можно воспринять аромат сквозь опыт. Ну вот и все, сегодняшний обзор подошел к концу. Вот такими были 8 ароматов. Спасибо вам большое за возможность их познания. Да, я себе добавила несколько нину, наверное, тоже добавлю. Тоже, наверное, я ее хотя бы в избранное положу, потому что, ну, интересно. Все, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал на ютубе, на все мои остальные каналы. Ссылочка будет в описании вверху. Вступайте в совместную закупку, подписываясь на мой телеграм-канал. Оценивайте это видео лайком и пишите что-нибудь хорошее в комментариях. Ну, что-нибудь вообще без разницы. Это очень поможет мне в продвижении данного видео. Мне это очень нужно. Разворачивайте ссылки на парфюмерию. Смотрите, я все там оставила. Пользуйтесь моим скидочным промокодом, если будете сами делать заказы. И я побежала для вас снимать следующее видео. Так что увидимся завтра. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok